МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курорты Закамского края. Чем крылья организм, тем проще переносится жара. В Татарстане ожидается жара до плюс 37 градусов. Распознать дрон и оказать помощь пострадавшему. В Нижнекамске открылись курсы начальной военной подготовки. Что волнует жильцов, новостроек? Есть общие вопросы, есть частные вопросы каждого микрорайона. Рамиль Мулин встретился с жителями 47-го и 49-го микрорайонов. Армейские будни на 7 дней. Как проходит смена в палаточном лагере Зорница? Об этом и не только прямо сейчас в прямом эфире. Нижнекамские новости в студии Вера Вирц. Здравствуйте. От холодного мороженого до жаркой сауны. Нижнекамцы рассказали о способах спасения от летнего зноя. Высокая плюсовая температура радует горожан не первый день. И до конца недели ситуация особо не изменится. На что обратить внимание в это время расскажет Анжелика Степанова. Ручьи на брусчатке, мокрая одежда и искренний детский восторг. Фонтан в парке «Семья» каждое лето становится центром притяжения маленьких нижнекамцев. В плюс 30 градусов прохлада воды ощущается особо приятно. За этой картиной под тенью деревьев наблюдает взрослое поколение. Часть посетителей парка выстроилась в очередь с замороженным. Другая гоняет мяч на футбольном поле. Так город проводит жаркие будни. Я же вот это раз зима холодная, значит и лето будет жаркое. Вот я ожидал очень жаркое лето. Ну, я всегда ждал лето. И чтобы пойти к холоду, я всегда в рученечке сижу, лежу. А ты как охлаждаешься? Меня обычный друг зовет, у него есть бассейн. Очень ждали. Очень ждали. Купаемся в фонтане. Да. Каждый день ходим сюда. Да. Прямо каждый день. Мороженое едите, на пляж ходите. Да, мороженое каждый день еще едим. Мы мороженое едим обязательно. Каждое лето жду, жару. Обязательно жду дождей. Вот. Если, конечно, дождей нет, то охлаждаться сложнее. Но в целом я, особенно летом, люблю купаться в роднике. Что еще? Ну, люблю ходить в баню, потому что после бани все-таки легче переносится. Жара опять же. Что еще? И играть в футбол. Потому что чем крепче организм, тем, соответственно, проще опять же переносится жара. Нет проблем с давлением, такие дела. Сегодня будний день, из-за этого не так много людей. А вот выходных очень много. Самый лучший даже. А какие самые популярные вкусы у нижнеканцев? Самые популярные, вот самые популярные разобрали. Из детских это черничный чизкейк, брауни-мама, бабу-гам с мармеладом, любимый торт. Из взрослых очень часто берут кинтукики на проле, вот только что разобрали. Спрос на платные способы охлаждения в такую погоду сильно растет. Предприниматель Даниил говорит, в обычные дни у него может вообще не быть заказов. Зато во время жары люди быстро осознают, что им нужна сплит-система. Сейчас у парня больше 30 активных заявок на покупку и установку кондиционера. Когда наступает жара, особенно больше 25 градусов, спрос на сплит-системы очень сильно возрастает. Поэтому предлагаем нашим клиентам заранее бронировать, заранее договариваться с мастерами, кто устанавливает сплит-системы. Потому что день в день это практически сделать невозможно. Немаловажен в жару и наш гардероб. При высоких плюсовых температурах горожанам рекомендуют надевать вещи из натуральных хлопка и льна. А также обратить внимание на тонкие вязаные изделия. При этом стоит отдать предпочтение открытой и светлой одежде. Также мы можем использовать яркий принт. Здесь мы понимаем, что не видно будет какой-то влаги. Опять же, если нам позволяет это все дресс-код, если мы используем одежду на работу. В какой момент хотелось бы обратить внимание, то когда мы выбираем изделие с подкладом, чтобы подклад у нас содержал натуральные ткани. Еще какой момент хотелось бы обратить внимание, это фасон платья. Как на мне, мы выбираем на лето не обтягивающие изделия, не сильно приталенные, а свободные. В ближайшие дни эти советы явно будут полезны. Гидромедцентр Татарстана уже распространил штормовое предупреждение о сильной жаре. Вплоть до 6 июля местами ожидается до плюс 37 градусов Цельсия. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. Не стоит забывать о рекомендациях врачей. С начала лета шести нижнекамцам уже поставили диагноз «тепловой и солнечный удар». Напомним, что основные его признаки – головокружение, слабость и тошнота. Как обезопасить себя от таких ощущений, рассказала врач-кардиолог Зульфира Бегашева. Иметь при себе свои лекарства, одеться в соответственной погоде, с собой брать всегда воду. А для пациентов утром-вечером принимать свои препараты, что назначили наши доктора, и с собой брать карманные препараты, которые мы рекомендуем. В группе риск находятся наши пациенты с сердечно-сосудистой патологией. Это гипертоники, у кого гипертоническая болезнь, у кого ишемическая болезнь сердца, у кого стенокардия, у кого были простудные заболевания с осложнениями сердечно-сосудистой системы. Естественно, они должны вести себя соответствующим образом. Им не отменяются прогулки, но прогулки должны быть в вечернее время, когда уже солнце в закате, когда уже ветерочек вечерний. Надо с удовольствием прогуляться, это тоже полезно. Как распознать дрон, оказать помощь пострадавшему и сориентироваться на местности? Всему этому может научиться каждый желающий. В Нижнекамске открылись курсы начальной военной подготовки для тех, кто в будущем хочет пойти служить по контракту. Военная амуниция, автомат в руках, препятствия в виде покрышек и дымовой завесы. Повсюду слышны автоматные выстрелы. Условия максимально приближены к реальным боевым. Это показательные занятия курсов для тех, кто в будущем захочет идти служить по контракту. Одна из главных составляющих курсов – тактическая медицина. Оказание помощи пострадавшему товарищу в опасных условиях. Курсы начальной военной подготовки для тех, кто в будущем хочет пойти служить по контракту, организованы при содействии подразделений боевого братства Нижнекамска и Союза добровольцев, а также Центр Патриот и других сообществ. Для показательных выступлений сегодня пригласили студентов СУЗов, которые сейчас отдыхают в военно-патриотическом лагере «Патриот». Я думаю, что каждому мужчине это будет полезно, как-никак окунуться в эту армейскую тематику, вот научиться чему-то новому. Всегда хотелось поддержать настоящее оружие в руке и научиться чему-то новому. Кроме медицины и полосы препятствий, будущих курсантов научат и другим премудростям военного дела. Занятия будут проходить на территории парашютной вышки. В курсы начальной военной подготовки входит основное упор. Делаем это на медицину, тактическая медицина, теория, практика. Практика, приближенная к боевым условиям, то есть оказание первой медицинской помощи в стрессовой ситуации. Потом, значит, тактические занятия, ориентирование на местности, значит, борьба с беспилотниками, типа камикадзе, FPV-дроны. Записаться на курсы начальной военной подготовки можно по телефону 8-917-910-44-62. Занятия проводят опытные военные, уже побывавшие в зоне СВО. Светлана Жумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Убирать парковочные карманы у молочной кухни не будут. Об этом сегодня написал в своем телеграм-канале Рамиль Мулин. Мэр города заверил, что дорожные карманы на этих участках останутся нетронутыми. Сейчас идет процесс ремонта асфальтного покрытия, и очень скоро нижнекамцы смогут воспользоваться обновленной дорогой в полной мере. В Нижнекамске продолжаются встречи Рамиля Мулина с населением. Последняя прошла в 47-м и 49-м микрорайонах. Это новостройки города, где в основном проживают молодые семьи. Мэр выступил перед ними с отчетом о проделанной за последние два года работе, а также выслушал и ответил на все поступившие вопросы. Оказалось, что жители новых и старых районов волнуют разные темы. Послушать вас, какие вопросы волнуют жителей того или иного микрорайона. Потому что, с одной стороны, есть общие вопросы, в то же время есть частные вопросы каждого микрорайона. Начали встречу с общих вопросов. Они касаются каждого нижнекамца. Рамиль Мулин подробно рассказал, что сделано в городе за последние годы. Вот некоторые факты, подкрепленные говорящими цифрами. Благоустроено 214 дворов. Отремонтировано 293 дома и 63 социальных объекта. Благоустроено 6 общественных пространств. Построено 2 школы и 1 детский сад. Колоссальная работа проведена в дорожном хозяйстве. В Нижнекамске появилось 43 километра новых дорог. Мы не просто ремонтируем дороги, мы делаем работу комплексно. Если еще года три назад мы получали где-то порядка 480 миллионов рублей на ремонт дорог, это было в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги», то сейчас эта сумма свыше 2 миллиардов рублей. При поддержке руководства республики, личной поддержкой Рустам Нургалевича, позволил нам сегодня умилищить объем дорожных работ до 2 миллиардов рублей. И вот как раз в рамках этой карты видно, какие темно-синим пятном цветом показаны, какие улицы мы смогли сделать. Вот, как я сказал, 42,5 километра дорог. Это не просто дороги, это комплексный подход. Это сама полотна дорог, внутриквартальные дороги, велосипедно-пешеходные дороги. Вот 55 километров велосипедно-пешеходных дорог было сделано дополнительно. Также Рамиль Мурин подробно рассказал о планах на ближайшие годы. Приоритетным направлением остаётся развитие инфраструктуры города во всех сферах. Встреча с жителями проходила на территории детской площадки. Фоном взрослого серьёзного разговора были беззаботные детские голоса и смех. 47-й и 49-й микрорайоны считаются в Нижнекамске одними из самых молодых. А потому и вопросы, которые интересуют здесь население, разительно отличаются от тех, что задают в других районах. К примеру, не было жалоб на коммунальные проблемы. Жилой фонд новый. В основном людей волнует вопрос инфраструктуры. Когда жители приходят к нам на встречи, на разговоры, они хотят здесь видеть различные кружки детские, развивающие всякие организации, занимающиеся изучением иностранных языков, программированием и всё остальное. Обо всём этом Рамиля Мулина люди попросили и на встрече. К примеру, первый вопрос касался досуга детей от 10 лет. Его подняли на фоне того, что по требованиям антитеррористической безопасности на территории 36-й школы вход сейчас будет осуществляться только через КПП. Посторонним уже не пройти. А следовательно, все спортивные объекты останутся за забором. Интересует вопрос по спортивной площадке для детей от 7 лет и старше. Да, до 7 лет детям есть где играть. Да, это всё хорошо. Есть и песочек, и, так скажем, сооружения. Но для детей от 7 лет и старше, к сожалению, у нас в нашем микрорайоне нет. Это требование сегодня наших надзорных структур. Поэтому мы этот вопрос обсуждаем. Если будет положительно резаться, мы хотим всё-таки сделать забор по периметру школы. Может быть, чуть больше, так скажем, от самих, как он, от носки. А вот спортивные площадки вынести на то, чтобы они работали на микрорайонах. Ещё один вопрос, который был затронут, это необходимость строительства школы и детского сада на территории 47-го и 49-х микрорайонов. Те, которые есть, переполнены. Рамиль Мулин отметил, в этом направлении идёт большая работа. К примеру, на пустыре в центре 49-го микрорайона уже есть в планах строительство нового дошкольного учреждения. Лежачие полицейские, знаки, детский сад, знаки нам нужны. Далее диалог перетёк в экскурсию. Её инициатором стал Рамиль Мулин. Люди наглядно показали на то, что их волнует. Это частично отсутствие тротуаров, лежачих полицейских, нехватка парковочных мест, зон для общественного отдыха. Все прозвучавшие вопросы и проблемы взяты на контроль. Мэр города заверил, в дальнейшем в развитии инфраструктуры их микрорайонов будут учитываться все пожелания. А также посоветовал создать инициативную группу, которая будет представлять интересы людей. Анастасия Шакирова, Максим Липин, Новости НТР. Белят, штукатурят, красят. В Нижнекамске продолжается работа по капитальному ремонту жилищного фонда. В этом году свежей краской выкрасят 189 подъездов. Работа кипит. В этом сегодня убедилась Вера Муратова. Маляры ровняют стены с самого утра. Работу начинают с верхних этажей, продвигаясь вниз. Сейчас здесь, в пятом подъезде, выравнивают штукатуркой стены. Наносят по несколько слоев, чтобы ремонт прослужил долго. Нина Чернышова в профессии уже более 20 лет. Говорит, что халтуру не приемлет. Работает в полную силу и качественно. С хорошим настроением приходим. Приходим в подъезд. Здесь грязно, неуютно. После нас красиво в подъезде. Чисто. Жильцы благодарны нам. На Мира-91 ремонт лестничных маршей начался в феврале месяце. Из семи подъездов готовы четыре. Здесь не только наносят свежий слой краски и побелки. Попутно меняют почтовые ящики, стенды информации, приводят в порядок кабель-каналы, меняют тамбурные двери и так далее. Преобразят в этом году 189 подъездов. На сегодняшний день отремонтировано 29 подъездов уже сданы. 86 находятся в стадии ремонта. Полностью программу текущего ремонта планируем завершить до конца декабря. Главным критерием включения того или иного подъезда в план текущего ремонта является техническое состояние и дисциплинированная оплата жителями домов за жилищно-коммунальные услуги. На балансе управляющей компанией жилье состоит 375 домов. В 54 подъездах проведут текущий ремонт. Прежде чем начать, жильцами обсуждается ход работ. Выбирают цвет краски и не только. Принимают работу также сообща. В общежитиях приемка происходит поэтажно, а в многоэтажках осматривают каждый подъезд по ходу их готовности. Отношение людей такое, что мы не успеваем делать ремонт, уже подъезд приходит в негодность. Поэтому здесь просьба к жителям уже бережно относиться к подъездам. И отремонтированным, и не отремонтированным. То есть приятно жить в чистом, светлом подъезде, нежели, так скажем, в подъезде, в котором состояние ужасное. Подрядные организации дают на свою работу гарантию 5 лет. Если стены облупились раньше этого срока, то каждый случай рассматривает специальная комиссия. Вера Муратова, Александр Лихачев, Новости НТР. Очередной потоп. На этот раз труба холодного водоснабжения не выдержала давление у дома 50 лет октября 12. На газоне, прилегающей к дороге, образовался фонтан. И вода за считанные минуты растеклась по всей округе. Такой порой в первый раз вообще-то. В первый раз, что так обильно течет эта вода. Будем ожидать лучшего, чтобы наладили. Не было таких порывов. Порыв устранили через несколько часов. Уже в обед подача холодного водоснабжения в две многоэтажки было подано. В некоторых домах в Нижнекамске на неделю отключат горячую воду. Связано это с капитальным ремонтом на участке магистрального теплопровода, сообщает прослужба администрации. Воды не будет с 9 часов 4 июля до 18 часов 12 июля по адресам, указанным на экране. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. В армейские будни на 7 дней. Недалеко от Камских полян в эти дни проходит очередная смена в палаточном лагере Зарница. 115 детей, 4 взвода. Каждый день у ребят проходят различные занятия по боевой подготовке, разборка и сборка автомата, скалолазание, медицина и многое другое. Все подробности у Александра Халина. Кровь заменяют водой, а вот крики и жгут самые настоящие. Девочки отрабатывают оказание первой помощи при ранении в полевых условиях. Все происходит под контролем ветеранов СВО и боевого братства. Давай, поспекай, Анна, давай! Учитесь, учитесь, как это делать! А еще ветераны прихватили с собой целый арсенал макетов оружия о том, что это за модели, ребятам рассказывали на соседней учебной точке. Автомат Калашникова складной, укороченный. Имеет более удобный десантный вариант в плане того, что у него идет складной приклад. То есть, да, более прицельной стрельбы, либо складывается в походное положение. В плане удобства чего? Что он коротенький, аккуратненький. Можно прыгать с парашютом где-то, он не мешает, нигде ничего не бьет. В основном это оружие выдается пилотам, летчикам. Дети внимательно слушали рассказы наших ветеранов. Их визит в военно-патриотический лагерь «Зарница», конечно, не случайно. Здесь дети во время смены проходят настоящий курс молодого бойца. Сейчас в условиях, приближенных к армейским, здесь отдыхают и набираются знаний 115 ребят. Основная задача нашего лагеря – обучить детей стрельбе, маршировке, военному делу, сборка-разборка автоматов, горная подготовка. Затем у нас воздушно-десантная подготовка идет, РМБ – это армейский рукопашный бой. Все это они получают за время проведения 7 дней. Этот лагерь находится недалеко от Камских полян. Живут дети в палатках. Весь быт строго по армейским правилам. Конечно, привыкнуть к этому не так-то просто, но те ребята, которые здесь были ранее, с удовольствием приезжают вновь. За неделю мы получили много новых знаний, много нового опыта. А я как командира особенно мне удалось это получить. Интересный лид, да, стоит только к условиям как-то привыкнуть. А так в целом все потрясающе. Конечно, есть и время для развлечений. Игры днем, дискотеки по вечерам. Но больше всего ребята любят свои вводные процедуры. Во время жары самое то, чтобы освежиться. Александр Халин, новости НТР. Стартовал конкурс «Семья. Гордость Нижнекамска», целью которого является выявление образцовых семей города и района. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС по Нижнекамскому району. Принять участие в конкурсе может любая пара, состоящая в официальном зарегистрированном браке со стажем супружеской жизни не менее 30 лет. Имеющие достижения в трудовой деятельности, воспитании детей, общественной жизни города и района. Филиал Закамской зоны Национального конгресса татар и тюркских народов подписал соглашение о двустороннем сотрудничестве с предпринимателями Союза малого и среднего бизнеса Нижнекамска. Подписи под документом поставили руководители организации Дауд Хабибуллин и Наталья Гатаулина. Участники встречи обсудили актуальные проблемы, совместные проекты, одним из которых стало проведение форума татарских предпринимателей и молодежи. Мероприятие намечено на август. Это соглашение будет то, что взаимосотрудничество. Национальный конгресс татар помогает Союзу предпринимателей города Нижнекамска и Нижнекамска муниципального района. А также Союз предпринимателей помогает Национальному конгрессу не только на территории Нижнекамска, но и на территории России. То есть мы будем вот так вот взаимодействовать, сотрудничать и думаем, что наши сферы влияния будут расти с каждым днем все больше и больше. То есть обе стороны будут уже понимать, что мы обязаны взаимодействовать. Поэтому в данном случае соглашения подписываются не только с некоммерческими организациями, но и с коммерческими организациями. Потому что в бизнесе у нас всегда идет работа вин-вин. Монтаж сцены, спортивных площадок и репетиции. Сегодня Нижнекамская команда, участвующая в организации федерального сабантуя в Йошкар-Але, ведет активную подготовку к мероприятию. Проходить праздник плуга будет два дня, 5 и 6 июля. В первый день состоятся спортивные состязания. Из столицы Мариэл Алмаз Кашаев. Генеральная репетиция в самом разгаре. Сегодня последний день у артистов для того, чтобы отточить до идеала все запланированные номера. Поскольку первые мероприятия в рамках федерального сабантуя стартуют уже завтра. Это спортивные состязания. Ну и, соответственно, официальная часть и само торжество пройдут 6 июля. Времени для подготовки мало. Поэтому генеральный прогон сегодня начали с самого утра здесь, на главном центральном майдане города Йошкар-Ала. Сотни участников представления осваиваются на концертной площадке. Здесь им предстоит выступить уже в эту субботу. Театрализованный пролог будет поделен на два блока. Один от нижнекамских артистов, второй от хозяев мероприятия. Общая численность его участников составит 700 человек. Суть пролога нам раскрыть именно народный праздник. Как он появился, раскрыть именно суть этого праздника. Ну и, конечно же, показать всю красоту этого праздника. Я уверен, что она все получит, потому что у нас очень большая команда. Такая сплоченная, дружная и все профессионалы своего дела. Я думаю, у нас все получится. Театрализованный пролог – это большое хореографическое полотно. По сути, большой продолжительный танец, над которым работает большая команда хореографов в главе с заслуженным работником культуры Республики Торстан Наилем Усифулиным. Много в команде и молодых специалистов. Например, Фанис Хайрулин, который буквально сам еще недавно танцевал здесь вместе со всеми, а сейчас уже вступил в команду хореографов. Фанис, расскажи, пожалуйста, насколько участие в качестве хореографа – это ответственная задача? Ну и вот пролог, наверное, большой опыт. Ну, наверное, могу сказать, что это большая честь, потому что из года в год я до этого был как участник театрализованного пролога, а сейчас предоставилась честь представлять республику, свой регион. И доставилось мне удовольствие ставить на всех ребят два блока. К счастью, мы успешно с этой задачей справились, потому что их сейчас используют, и наши постановки будут показаны всему зрителю и Мариэла, и Республике Торстан гостям. На улице плюс 30-33 градуса. Очень жарко, поэтому время пребывания детей на площадке сокращает всех, обеспечивает питьевой водой. Мне нравится федеральный Сабанту и тем, что мы ездим, во-первых, в другой город. Это атмосфера, подготовка к нему и, конечно же, само выступление. Мы сами развиваемся, смотрим на другие коллективы, которые ешкрала выступают, габит. То есть то, что мы объединяемся и вместе делаем праздник для людей, это прикольно все. Майдан для проведения Сабанту в Йошкар-Але организовали на территории местного ипподрома. Места здесь много и есть все необходимые условия для размещения площадок. В этом году объявлен президентом Российской Федерации Год семьи. И непосредственно пролог тоже, конечно же, связан с этой тематикой, где мы погружаемся в культуру, в атаку народа, непосредственно, где говорим о семейных ценностях. Ну, конечно же, и не забываем про наш Сабантуй, исконный и традиционный праздник. Небольшой кусочек Нижнекамска внутри столицы Мариэл. Нижнекамское подворье. Импровизированную деревню здесь, на ипподроме города Йошкар-Ала, начали возводить еще с 18 июня. И вот объект практически готов. На участке имеется целый дом, баня, конюшни и много других деталей. Таким образом, гости праздника, в особенности морейцы, смогут ознакомиться с тем, как жили раньше, ну и, собственно, и сейчас в татарской деревне. Изюминкой нашего подворья является то, что все участники нашего праздника являются жителями Нижнекамского района. И примечательно то, что они сами могут рассказать гостям нашего праздника, как живет деревня, чем они занимаются. На нашем подворье будут проводиться мастер-классы по вязанию веников, по изготовлению корзин, по молодьбе зерна, по распилке и колке дров. В доме будут проходить мастер-классы по вышиванию, придению, вязанию, вычесыванию шерсти, резанию лапши, набиванию пером подушки. Мы планируем организовать здесь растопку самоваров, приготовить чаи с травами, угощать гостей травками, готовить блинчики, чтобы это было интересно, вкусно. Федеральный Сабантуй в Йошкар-Але будет проходить два дня. На 5-е число запланировано проведение конных состязаний. 6 июля пройдет официальная часть. Почетными гостями 24-го федерального Сабантуя в городе Йошкар-Ала станут райис Республики Татарстан Урстам Миниханов, глава Республики Мариэл Юрий Зайцев. Они выступят 6-го числа с приветственными ревичами. Ну, рады здесь будут, конечно, всем гостям. Здесь создаются условия для того, чтобы люди смогли весело, с пользой провести свободное время. Алмаз Кашаев, Илья Челноков, Новости НТР. И это все новости на сегодня. Далее информация о погоде на ближайшие дни. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы. В пятницу 5 июля в Нижнекамске синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В субботу ожидается небольшой дождь с грозой. Атмосферное давление 500 миллиметров ртутного столба.